Всем добрый вечер! Рада приветствовать вас на второй встрече, посвященной современному итальянскому искусству. Название нашей встречи – «Архив современного искусства Италии. Опыт создания». Данный проект курирует Кьера Бертолло для Итальянского института культуры в Москве. Этот проект, который включает в себя шесть встреч с директорами, руководителями, представителями итальянских организаций, занимающихся современным искусством, является частью общего проекта Итальянского института культуры, посвященного современной итальянской художественной культуре. В широком смысле этого слова речь идет не только об искусстве в смысле собственного значения этого слова, но в более широком понимании – это поэзия, музыка, литература, в целом танец. Нам предстоит участвовать в целом цикле видео встреч в формате Зума с главными представителями этих институций в течение года. Цикл, посвященный современному искусству, его курирует Киара Бертолло. Сегодня мы встречаемся с Патрицией Брузороско и Джулио Верагло на Киаре Бертолле. Она является куратором и заведующей отделом Современного искусства фонда Квирини Стампале в Венеции. Она курирует программу современного искусства этого фонда. Кроме того, она была и директором Амгара Кокка в Милане. Она создала и задумала премию «Фурла» для итальянских художников. Премия эта уже обручалась много раз. Кроме того, она была куратором среди других кураторов римского квадренали 2008 года и павильона Венеции, 52-й Венале Венеции. Она курировала множество выставок, как в Италии, так и за рубежом. Она была и в Москве в качестве участницы и докладчицы на Третьей летней школе кураторов. Сегодняшняя наша встреча с художественной организацией некоммерческой художественной организацией «Виа Форини» дает нам возможность увидеться с ее куратором, с ее основательницей, с ее куратором. Этой организации уже 30 лет. О ее призвании, о тех изменениях, которые претерпела эта организация в течение 30 лет своего существования, мы и будем говорить сегодня вечером с основными участницами и участниками нашей встречи, которыми я и передаю слово. Большое спасибо до дела. Спасибо Патриции и Джулио за то, что они сегодня на связи с нами и за то, что они готовы рассказать нам об этом долгом пути, который проделала организация «Виа Форини». Я прекрасно помню то время, когда еще в юности мы только вставали на путь нашего ремесла, нашей профессии, профессии кураторов. И «Виа Форини» действительно была отправной точкой чего-то, чего в Италии еще не было до этого, потому что этот новый художественный институт был тем самым местом встречи для художников, для кураторов, место, где мы могли обменяться мнениями, где можно было посетить выставки, иначе довольно сложно достижимы и в Италии. С Джулией и Патрицией мы говорим об этом, встречи с Туманом, с Джинни Дауэром, перформансы, семинары, воркшопы. Это было живое место. Живое место само по себе. Но, к сожалению, не было живого архива. Это всего лишь были книги, сложенные в стопки, может быть, недоступные многим людям. И теперь подобного рода живой архив является первой оптисью своего рода художественных достижений, художественной жизни, прожитой за это время. В данном случае речь идет не только о том, что художник может быть представлен в цифровом архиве в Италии. Архив этот все время обновляется. Он мониторируется, дополняется фотографиями, материалами, документами. Это живой архив, потому что он показывает в течение целого ряда встреч, в которых участвуют хураторы, посещающие в том числе и Милан. Они обращаются к этому архиву для того, чтобы подчеркнуть из него новые информации, новые сведения о том, что такое сегодня итальянские современные художники. Это информация в информации, информация о культуре, информация о встречах, о новых организмах, которые создаются на основе Виафориния, своего рода дома для художников, местом, где можно размышлять о судьбах современного искусства. 30 лет назад ничего подобного не было. Подобного рода мест, которые гостеприимно открывали бы свои двери художникам, искусству как таковому, тем более института некоммерческого, где можно было бы встречаться художником. Все это я говорю сейчас, потому что не готовилась, разумеется, к этому вступлению, ведь Виафорини для меня действительно очень важная отправная точка, за что я и благодарна его создательнице. Поэтому я хотел бы спросить у Патриции, основательницы этого места, что для тебя значило собрать вот это художественное наследие, которое легло в основу Виафоринии, этой некоммерческой организации, что подтолкнуло тебя к началу работы в этом месте? Спасибо, спасибо за возможность встретиться, за приглашение, возможность поговорить, прежде всего, о живом архиве, что само по себе мне очень важно. Мне нравится само название «Живой архив Виафоринии». Виафориния как организация возникла в Вилане, собственно говоря, на улице, которая носит название Виафоринии, это Виафориния 35. Мы назвали наш институт, нашу организацию как раз по его формальному адресу. И наша цель была в том, чтобы объединить художественное сообщество того времени, художественное сообщество, наполнявшее своими произведениями наш город, Милан. Это своего рода миссия Виафоринии. И вокруг задач, которые стали перед нашим фондом, собралось немало художников. Мы собираем информационный материал о нашей работе для того, чтобы дать возможность обменяться собранными документами. Я сейчас, собственно говоря, читаю то, что зафиксировано в документе, опубликованном 30 лет назад. Речь идет о сборе материала, о работе активных художников, как в Италии, так и за рубежом, за рубежных художников, контактирующих с фондом Виафориния. Поэтому это выход на свою роду международную арену. Мы читаем сейчас то, что записано в задачах нашего фонда. Нашего фонда. Мы не только создаем, но и направляем, распространяем наш опыт. Это не коммерческая организация. Таких институтов в Италии в то время было совсем немного, чтобы не сказать, что не было вовсе. И очень важно, что художник сообщества и кураторы хорошо отреагировали на эту инициативу. Они объединились вокруг меня как основательницы этого фонда. Разделили со мной наше общее наследие. Виафориния. Вот такое название. Спасибо, что оценили такое название, как живой архив, потому что все это совместная работа. Ни коммерческих организаций в Италии до этого не было. И мы работали совместно, засучив рукава. И мы многое сделали для того, чтобы нашими силами вносили вклад не столько в денежной форме, сколько в форме работы, самоотверженной работы людей, которые объединились вокруг Виафориния. Посмотрим, что такое, собственно говоря, архив, вокруг которого объединились как итальянские, так и американские художники. Как видите, это изображение. Посмотрим на те диапозитивы, которые входят в нашу презентацию. В то время были только диапозитивы для создания тех же портфолио художников. И мы проводили множество встреч, встреч о так называемом пространстве, художественном пространстве Виафориния. Именно в этом заключалась наша идея проецировать те или иные изображения художественной работы в так называемом нейтральном пространстве. Мы видим здесь тех людей, в том числе и художников, которые знакомятся с материалом, с портфолио художниками. Вот один из наших художников, один из кураторов нашего фонда, который виден на первом плане. Опять же, в порядке коллективного восприятия этого архива мы выпустили 80 примерно афиш, которые рассказывают о деятельности Виафорини. Вначале мы брали оригинальные произведения, потом дополняли их каким-то художественным вымыслом. Получалось неплохо. Вот Маурицио Котелан, например, который в качестве вот такого рода афиши или манифест представил нам Клаудио Шиферов. коллективный женский коллектив Виафорини так назвал свою афишу Маурицио Котелан. Он внес действительно очень весомый вклад в первоначальную деятельность Виафорини. Сами художники продавали друг другу эти афиши, то есть они собственно говоря сами вносили свой денежный вклад в данный случай, чтобы поддержать фонд Виафорини. Вот несколько афиш. Сейчас художники, создававшие тогда, будучи совсем молодыми эти изображения, эти работы, уже преподают, они известные преподаватели не только в Брэре, но и в Набоке, в городе Бергаму, например, фонд Караро, Ова в Венеции и так далее. В течение 30 лет многие из наших художников успешно преподают в разных школах. Многие из кураторов, с которыми мы росли, даже руководят этими художественными школами. и в этом смысле мы можем увидеть, что уже произошло в течение 30 лет в Виафарине. Лазаро-Палацци. Ты рекорд Ра, что в Лазаро-Палацци мы видим здесь стихийные пространства, в которых выставлялись тогда художники 30 лет назад. Я точно говорю, Киара, очень важно, что ты подчеркнула эту особенность Виафарине, потому фонд поддерживали и сопровождали фонд в его развитии сами художники, поэтому это было новизной 30 лет назад. Поэтому мы, разумеется, вспоминаем наших американских коллег и художников, которые работали в формате One Space или немецких коллег, которые тоже работали примерно в этом формате. В Италии ничего подобного не было. Между тем, как Виафарине действительно заполняет этот вакуум, очень важно это подчеркнуть, потому что фонд активно работает, объединяет вокруг себя все те художественные творческие силы, которые росли вместе с этим пространством, которое вы по-своему развивали, превращая его в систему, если можно так выразить, современного итальянского искусства. Вместе с Даниелом и Итальянским институтом культуры Москвы, Даниелой Риццем, мы как раз хотим вкратце рассказать о работе вашего фонда. Еще одна очень важная роль, которую сыграла Виафарине, на мой взгляд, это распространение информации о стажировках, в том числе о стажировках за границей. Может быть, ты не упомянул об этом, но вот этот момент, этот штрих в работе фонда является очень важным для самих студентов и участников, для самих художников. так называемые молодые итальянские архивы, это тоже организация, которая в каком-то смысле возникла из матрицы Виафарине. Мы совместно разрабатывали методику организации, систематизации этих архивов в сотрудничестве с Институтом художного архива Милана. Мы перенесли эту деятельность на музыку, на театр, на искусство в целом, что позволило нам действительно распространить информацию о самих художниках, о творцах. И это замечательно, потому что когда создаются вот такие межинституционные связи, некая совместная система, это очень важно подчеркнуть, потому что налаживается взаимодействие между этими институтами, иначе разрозненными, тем более 30 лет назад в Италии ни одного официального учреждения в Италии 30 лет назад не было, которое способствовало развитию сопоставлению всевозможных организаций, которые занимались современным искусством. когда, Патриция, ты говорила об отношениях с внешним миром, тогда эти отношения для нас, для молодых кураторов, для самих художников было чем-то очень сложным, этот процесс наладить связи с внешним миром, и вы вносили свой вклад в это. Для того, чтобы рассказать о панораме развития современного искусства, мы, конечно, должны сказать о международном сотрудничестве. Вот несколько слайдов, несколько изображений об афишах того же Вутко, который много работал в социальном направлении. Это городское искусство. Вутко, как у Чингулари сейчас преподает, например, в Академии современного искусства в Брэйре, и когда художники стали запускать новые проекты, пытаясь сотрудничать с институтами итальянской культуры за рубежом, мы перестроили это пространство и мы приглашали, как ты совершенно верно заметил, у многих иностранных художников Милан, для того, чтобы выставляться и творить даже. Давайте посмотрим еще несколько слайдов. Вот во что превратилось это пространство. Видели его до, теперь видите после пространства 35. Здесь у нас еще один интересный пассаж 2008 года. Мы переехали на фабрику пара, так называемую. Это крупное пространство перепрофилированное в центре Милана, когда-то здесь были заводские помещения, теперь они отданы в том числе и художников. Алексей Кокошкаров, российский художник, российский художник, КПП Чарли, вот его работа. Здесь несколько коллективных инсталляций, в которых участвовали художники со всего мира, с участием разумеется итальянских художников. Этих артистов мы отбирали сами, отбирался путем специальной селекции. Мы собирали документы о них в нашем архиве, вот их инсталляция, осенний урожай, она называется, вот еще одно живое представление, форми перформанса, Петро Юсти, поедание денег. Они действительно ели деньги, банкноты в частности. Вот корейский художник, его живое представление после стейджа у нас на Виафарине, это музей 20-го года. Я могу вмешаться, Патриция, пока что, пока мы говорим, поступил вопрос, может быть, здесь нужно кое-что уточнить. Вопрос такой, я не очень могу понять, как работал сам механизм, что свою работу или свое портфолио молодой художник передавал в архив и на основе данных этого архива и художественного сообщества об этих художниках собственно и узнавали. Видите, вот такой вопрос по-итальянски замечательно сформулированный на поступил. Совершенно верно, мы создавали банк данных о художниках, мы создали механизм или аппарат членства, то есть мы собирали некоторые взносы, сейчас некоторые взносы мы собираем, раньше таких взносов вообще не было, сейчас в нашей резиденции мы все-таки подразумеваем некоторый взнос и дарение собственного произведения в обмен на определенный пакет услуг, между тем как портфолио, это визитная карточка художника в свободной форме, он создается и цифровой разумеется форме для того, чтобы способствовать продвижению художников по разным направлениям. Дарение подразвивало небольшие произведения искусства, создание своего рода манифестов или афиш для того, чтобы позволить финансирование архива и всего фонда, между тем как портфолио передавалось бесплатно и поступало в банк данных и был открытым для общего доступа, для тех, кто занимался поисками в области современного искусства, это вполне конкретные данные, фотографии, координаты и так далее, контакты и так далее, каждый мог воспользоваться этими данными самостоятельно или прийти, собственно говоря, в архив и получить их там на месте, при том, что его, разумеется, сопровождали во время этих визитов. Да, вот, посмотрите, как сегодня выглядит наш архив. Вначале он находился в другом помещении, сейчас это все находится на фабрике Пара. Итак, еще раз уточним, вы переехали из прежнего адреса Виа Фари 35, все-таки места там было не так много, в другое место, а именно на фабрику Пара, как давно это произошло. Это так называемые населенные пространства, здесь происходит множество мероприятий с 2008 года, мы здесь уже живем, сами посчитайте, сколько лет, и помещение это пространство, фабрика Пара, принадлежит миланской мэрии, мы заключили концессионные договоры, концессионные соглашения по льготной цене, как вы понимаете, в Италии, даже если речь об отделе культуры, той или иной мэрии, той или иной мэрии, очень сложно добиться адекватного финансирования, как, видимо, везде, насколько я понимаю. Посмотрим еще несколько слайдов. Это музей Макси в Риме, 2010 год, это институциональная выставка музея 20-го года в Милане, 20-го века в Милане, музей Макси в Риме и, как множество других частных и государственных архивов, в том числе Венеции. Итак, фабрика Пара. Мы проводим несколько интердисциплинарных курсов, которые мы запустили сравнительно недавно, и они позволяют организовывать такой вид работы, как коворкинг, и теперь мы организовали там резиденцию, то есть учебный курс с проживанием, и необходимо подчеркнуть подобного рода деятельность, междисциплинарную деятельность, не только с визуальными художниками, но и с архитекторами, с дизайнерами, режиссерами, актерами. Это очень интересно. В конце мы покажем вам пятиминутное видео, небольшой ролик, для того, чтобы вы составили себе представление о том, что такое междисциплинарные курсы. Вот меня еще один очень важно интересовало интересовало самой резиденцией, а именно обмена художников с их иностранными коллегами, с зарубежными странами. Это очень важно, кстати говоря, для подключения в том числе деятельности наших коллег в итальянских истеках культуры по всему миру. Да, мы можем уже сейчас показать ту часть презентации, о которой говорили. Вот один из президентов Виафарини, та деятельность, которую мы часто проводим на нашем пространстве в рамках различных проектов. потому что сами художники испытывали необходимость запустить процесс интернационализации итальянского современного искусства и подобного рода проект, перекрестный проект позволяет нам продемонстрировать лучшие образцы современного искусства в рамках некоммерческого организации и фондов. Вот Марио Барукетто в данном случае он сам художник курировал этот проект. И это позволило начиная с 90-х годов нашему фонду фонду Виафарини добиться признания на международной арене. У нас хороший авторитет. Бокс Деору это наш банк данных. вы можете увидеть его на нашем сайте, потому что мы передаем обновляемую постоянную информацию о деятельности наших членов. Мы уже говорили до этого о том, что трудотворно сотрудничали с тобой в рамках премии Фурла, очень значимой премии в Италии и Виафарини как раз занималась резиденцией, предоставлением резиденции победителей, лауреатов этой премии, потому что часть премии Фурла, ее фонда, это стажировка за границей. 2008 год, мы видели до этого, как он выглядел в начале своей деятельности, сейчас это пространство используется уже в цифровом формате, мы принимаем здесь итальянских артистов, Альберто Тадьезо, но изрубежных художников в том числе фонд Тендер Каунтерс, у нас художники из Турции, из Канады живут. Что такое резиденция? Разумеется, это постоянное взаимодействие, завязывание новых связей, в том числе неформальных связей. Это очень важно для художников завязать личные связи, ну и, разумеется, обмениваться информацией, конечно же, мы видим это в рамках других лабораторий, которые проводят известные художники. Вот сейчас мы видим семинар, посвященный современному дизайну, проводится среди художников-резидентов нашего пространства. В некоторых местах мы запускаем новую профессиональную деятельность, и это уже передача эстафеты от одного поколения в другом. Мы передаем нашу эстафетную палочку молодым поколениям, и мы можем это сделать после 30-ти лет плодотворной деятельности. Мы воспитываем, что называется, новое поколение. Я хотел спросить у тебя, Джулию, а каким образом можно поступить в резиденцию? Может быть, есть какой-то конкурс, или есть какой-то механизм приглашения, может быть, какой-то зарубежный художник заинтересуется этим? Спасибо за вопрос. Мы для итальянских художников и для зарубежных художников организовали вот эту резиденцию. Она постоянно открыта, работает постоянно в течение трех периодов. Четыре месяца каждый период длится. Для итальянских художников зарубежные художники могут посылать свои аппликации, при условии наличия визы от месяца до трех месяцев, что позволяет им жить и работать. Как видите, это пространство, которое делится между разными художниками. Вот видеопространство здесь организовано. Вот некоторые выставки, в которых представлены работы, созданные в течение пребывания в резиденции. Разумеется, у нас есть, апартаменты, у нас есть очень важная возможность не только работать, но и жить в том же пространстве. Пространство фабрики пары тоже открыто для художников, для художников, которые связаны с художественной деятельностью, с поиском. Сочи, для испарис, которые дают нам возможность в том числе проводить материальные исследования. я тоже хотел задать вопрос, если позволите, в начале у нас есть два сообщения в чате. Пьера Голея, например, выступает в данном случае как живой свидетель, еще и потому, что он не жил тогда в Милане, и в творении была единственная возможность установить контакты с кураторами. И с моей точки зрения это как раз сработало. Приятно слышать это. Он делал замечательные инсталляции, я прекрасно помню, и другие его работы абсолютно прекрасные. это было довольно давно, но это успех удачной работы в рамках фонда. Еще один вопрос от нашей служительницы для того, что у нас кон или ролл он бейсис для того, чтобы иметь доступ в архив. Его работа понятна, но кем образом обеспечивается доступ. У нас есть виртуозная система, которая позволяет пользоваться архивом на основе той международной сети. Нужно представить свою кандидатуру, свою портфолио в резиденцию для того, чтобы проводить научно-исследовательскую работу в рамках архива. у нас есть платформа программного обеспечения, которой пользуются кураторы и студенты в течение многих лет в качестве отправной точки, в качестве базы. У нас есть разные фонды, которые активно сотрудничают с нашим архивом. Нужно представить свою кандидатуру. каждые четыре месяца мы публикуем конкурс для новых поступлений, но мы открыты в любом случае в течение года, и свои портфолио вы можете направлять произвольно. Это итальянский портфолио или о чем идет речь? Я могу сказать, что само желание, которое лежит в основе начала работы фонда предусматривало работу итальянских художников за рубежом, зарубежных художников в Италии и, разумеется, собственно, итальянских художников. Конечно, это отражение картины современного искусства в Италии, но это взаимное движение как из Италии за рубеж, так и из зарубежа в Италии. Архив и его создание это плод совместной работы с Министерством культуры и кроме того, мы активно работаем с нашими коллегами в Нью-Йорке, Манифест в Палермо, Бенале в Палермо и архив нужен как раз для того, чтобы взаимодействовать в том числе с зарубежными кураторами, чтобы иметь ясное представление об общей панораме развития современного искусства. Многие представители фондов часто бывают у нас, и мы в начале нашего пути и не думали, что выйдем на такой размах нашей деятельности и что сумеем гордиться теми художниками, которых сейчас представляем в качестве наших стажеров. И это в том числе связано с взаимодействием с премией Фурла. Как составить себе ясное представление иностранным кураторам о качестве итальянского современного искусства? Мы создавали подобного рода пары. Итальянский куратор принимал зарубежного куратора, и вместе они исследовали положение дел в современном искусстве, посещали всевозможные выставки и коляции. Что касается как раз географической принадлежности художников, вот нам поступил вопрос. В 90-е годы из каких стран в основном приезжали художники в ваш фонд? Кто был вашими адептами? Вероятнее всего, это жители Милана, но со временем очевидно ситуация менялась. Какие итальянские области, легионы больше всего представлены у вас? Ну, Милан всегда был очень живым городом. У нас множество художественных школ. Сейчас говорят, что они снова расцветают. Замечательные художники у нас с юга Италии, квартируют из Сицилии. Да, в 90-е годы в основном у нас были именно миланские художники. Сейчас довольно много иностранных художников у нас останавливается в резиденции. Благодаря международному обмену и даже самостоятельным контактам художники быстро устанавливают связь. Раньше нужно было отправляться в Англию, в другие страны и там проводить самостоятельный мониторинг в состоянии дел современного искусства. Может быть, это было сложнее, наверняка сложнее. Я хочу лишь добавить, что, когда мы говорим о резиденции, художники из более чем 50 стран у нас останавливались. Мы завязали отношения с иранскими художниками, мы получили возможность глубоко узнать положение дел в современном искусстве в этой стране. И многие из тех, кто приезжал к нам одажды, потом возвращались. Совершенно верно. На курсах нашей резиденции очень много иностранных художников. Вот сейчас у нас живет художник из России, еще один художник из Сенегала, из Албании. У нас очень такое интернациональное сообщество. Двое живут, собственно говоря, в наших апартаментах резиденции, остальные художники живут в Милане, поэтому у нас создается поистине сообщество, как я говорю. Вот еще один вопрос, может быть, будут еще вопросы. Мне кажется, что наши слушатели довольно оживленно следуют за вашим рассказом, следят за вашим рассказом. Таким образом, можно обновлять ваше портфолио. Это понятно, что оно обновляется, дополняя его новыми работами. Как это происходит? Да, разумеется, это возможно. И, собственно, вы говорите об итальянских или иностранных художников. Ну, вот о Павлу Карнавале, например, я говорю, об Акаленском художнике. Павла, мы с нетерпением ждем новых поступлений, новых работ, свидетельства, так сказать, твоего творческого пути. Да, мой вопрос как раз заключается вот в чем Патриция спустя 30 лет после основания фонда. Как изменился фонд? Как он может меняться в дальнейшем? Каковы, что называется, перспективы его роста, его совершенствования? Есть ли какие-то точные качественные критерии? Есть ли каких-то перечень каких-то обязательных мер, которые нужно соблюсти для того, чтобы укрепить, усилить деятельность фонда? Одним словом, что представляет из себя Виафарине спустя 30 лет? Хороший вопрос. Но мы отказались от инсталляции как таковых, может быть, потому что отчасти жалеем об этом, но речь идет о совместных курсах учебных, но в действительности речь идет не только о сообществе художников, которые занимаются исключительно подготовкой выставки, на что уходит день, два или десять дней. И я хотел бы как раз отстаивать работу, совместную работу, учебные курсы художественного сообщества. Курсы это для в течение четырех месяцев. Многие художники остаются на второй цикл. это отношения, которые завязываются надолго. Многие художники после уже пребывания у нас в резиденции продолжают учебу вместе. Вот молодые художники, которые работают в НАБИ, в ДАМСе, в Северной Европе, в других местах. живое доказательство создания нового поколения художников. Именно этот процесс мы всячески должны курировать, способствовать ему. То есть этот межпоколенческий контакт, передача, той самой эстофетной палочки, о которой мы говорили с самого начала. Вот и есть может быть один из самых явных результатов нашей успешной деятельности. Углучяно Фабро, один из художников, которого мы тоже очень хорошо знаем. Не будем забывать и о том, что смена поколений очень важна сама по себе, поэтому мы уделяем этому особое внимание. И может быть надо посмотреть еще вот некоторые диапозитивы по нашим форкшопам и смену поколений, связь поколений художников, принадлежащих разным периодам деятельности фонда Виафарини. Это художники 90-х годов, теперь это уже мэтры, преподаватели. В школах искусства мы проводим классы, мастер-классы в том числе с Марией Абрамович, вот ее студенты Вито Кончи. Я помню этот семинар, это очень, его уже нет с нами, но это очень важные такие столбовые моменты нашей деятельности, не только в нашей стране, но и за рубежом, поэтому я думаю, что вот этот самый межпоколенческий семинар, который мы проводим с Павлом Ативи, я вижу еще художников здесь, которые очень хорошо известны, вот наши учебные курсы, наши кружки, между прочим, в которых занимаются и подростки, насколько эпидемия ковида это позволяет сделать сейчас, и мы стремились к этому на протяжении всей нашей деятельности, теперь нам наконец удалось это сделать. Вот еще один момент наших семинаров, когда-то это были наши стипендиаты, теперь они работают уже сами в качестве основателей, преподавателей различных кружков, курсов и делятся своим опытом с более молодыми и в этом смысле мы загрузили документы, которые свидетельствуют о нашей 30-летней истории на наш сайт и вы можете найти там различную информацию, сколько стоила там какая-нибудь ручка 30 лет назад, как мы проводили наши собрания, как мы ругались например с какими-то художниками, которые вели себя неподавающим образом и так далее, и так далее. Я сама помню, сколько раз я приезжала вам в офис вместе с кураторами того времени для того, чтобы наметить те пути, которые позволили бы нам получить финансирование и выставляться. Может быть, один из последних вопросов, который я хотел задать. огромную работу по популяризации вашего искусства, в том числе за рубежом об Италии вы проводите, чтобы обеспечить подобного рода обмен, способствовать тому, чтобы наши художники выезжали на стажировку за рубеж. Но вот этот обмен резиденциями, который происходит у вас, сумели ли вы нащупать те пути, которые позволили бы выставляться итальянским художником, в том числе в музейных пространствах в Италии, потому что работу итальянских художников трудно популяризировать в том смысле, что их трудно вывозить за рубеж и показывать там их работу. В этом смысле я должен сказать большое спасибо Министерству культуры и туризма, потому что в том числе международном жюри, который способствует распространению информации о нас, мы вносили свои ресурсы, ресурсы в виде самих проектов, созданных нашими художниками, и, разумеется, с другой стороны помощи со стороны наших институтов. И проекты, финансовая поддержка около 90-х, даже более проектов. И я надеюсь, что министр Франческини еще долго будет руководить нашим министерством и способствовать нашей деятельности. Сейчас мы работаем над проектом Франческо Бертокко, он из итальянской фотокультуры Сантьяго в Чили и представляет в том числе чилийский музей современного искусства. Эту выставку он провел в Чили вместе с Леона Контини и другими коллегами, которые участвуют в этой выставке. Она, разумеется, будет цифровизована и доступна в том числе. Мы принимали его здесь и потом отправили в Штудырскую Академию, где он получил полугодовую стипендию. Это отдельные примеры, хотя подобного рода примеры не часто встретишь. Конечно. И еще я хотел добавить одну вещь. Очень важно, чтобы некоммерческие организации, конечно, играли свою роль. Но мы знаем прекрасно, что крупные персональные выставки итальянских художников за рубежом зависит не только от некоммерческой организации скаутов или волонтеров, но и с помощью межмузейного сотрудничества, с помощью на основе того, как работает сама система, насколько она эффективна. И в этом смысле я хотел поблагодарить вас за создание этого цикла, за возможность начать совместную работу. Меня интересовала действительно эта возможность, которую предложил мне Даниэл Рицци. И это один из прекрасных способов представления диверсифицированного формата итальянского современного искусства, в том числе и за рубежом. Но ваша работа, конечно же, очень интересный пример. Затем мы поговорим о Микеланджело в следующем на следующей нашей встрече и поговорим Пистолетто. И мы поговорим, конечно же, о других замечательных инициативах, которые в целом составляют настоящую мозаику, характеризующую художественную жизнь в нашей стране, которая сама по себе отличается не только красотой, но и невероятным многообразием, художественным многообразием, которым мы можем поделиться со всем миром. То, что подтолкнуло нас к идее создать этот цикл не только современное искусство и те произведения, которыми мы можем поделиться, и мы, разумеется, поговорим об этом в дальнейшем, но мы говорим о возможности совместной работы частного государственного партнерства, коммерческих и некоммерческих организаций для того, чтобы ясно понять, каким образом работает этот механизм в нашей стране. И это может, разумеется, заинтересовать и российских коллег, российские институты, и может послужить основой для возникновения новых идей, новых контактов, и мы можем получить профессиональное удовлетворение, потому что мы рады тому, что работаем с такими высокопрофессиональными коллегами, как вы, сотрудничество будем надеяться на то, что наши встречи послужат началом восстановления новых контактов, и в этом смысле мы будем продолжать нашу работу. Мне кажется, поступил вопрос, который я хотел бы зачитать для вас, Патрицию и Джулию, а Джорджи Миллорини. Творческая деятельность является полем эксклюзивного контакта самих художников, или все-таки есть возможность привлечения широкой публики? Мне кажется, вы говорили, что вы открытые для публики, разумеется, вопрос это вполне законен, потому что мы говорили о многочисленных воркшопах, семинарах, в которых участвуют и художники моего поколения, и создание нашего цифрового архива, живого архива. Мы обратимся к Умберду Кавинагу и запустим с ним новый проект. Он работал с нами по совершенствованию нашего архива для того, чтобы вовлекать как можно больше участников, публики для, собственно говоря, совместной работы в рамках этих воркшопов. Мы работали с Министерством образования научно-исследовской деятельности, и многие из работников этих учреждений на своем опыте убедились, что подобного рода направления погружения в художественную реальность дают возможность создания новых проектов, работы в рамках разнопрофильных музеев, архивогических музеев, в том числе, это очень интересный, справедливый, актуальный вопрос. Разумеется, очень важно вовлекать в вашу деятельность непрофессиональную так называемую публику, вовлекать ее в творческий креативный процесс, в том числе, обсуждения представленных произведений. я в качестве куратора фонда Клерине Стампале Венеции уделяем огромное внимание этой работе для создания постепенного курса для доступного широкой публики. Благодаря, так сказать, кавычках ковиду мы можем говорить о дистанционном общении, о том, какой огромный скачок сделал это направление в формате онлайн, о виртуальном общении, и это дополнительная возможность для обмена информацией, для более глубокого понимания того, что мы делаем. Сейчас у нас появился канал в Ютубе, и раньше его не было, и регистрация наша на веб-канале, и наш обновленный сайт неоткуда без добра. Ну, например, наша сегодняшняя встреча вполне яркая тому подтверждение. И самый цикл, который мы создали, и, разумеется, перевод, который, я полагаю, пытался отразить наш диалог. Спасибо Киара Бертолула, спасибо Патрид Прузоровского и Джулио Вераго. Наша следующая встреча состоит с Одесом числа на Льдине из города искусств. Еще один институт, однокультурный институт, который позволит нам лучше узнать о его деятельности. Еще раз благодарю всех. Приятного вечера всем. Взаимно. Спасибо, Москва. Редактор субтитров Корректор А.